Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Министр юстиции Серджио Литвиненко говорит, что процесс оценки неподкупности и профессионализма кандидатов на должность члена высшего совета магистратуры ВСМ идет медленнее, чем предполагали власти. По словам министра, члены комиссии предварительной оценки делают ставку на правильность процесса, а не на скорость, поэтому новый состав ВСМ будет утвержден лишь в марте передает IPN. Министр юстиции признает, что деятельность комиссии предварительной проверки проходит медленнее, чем было установлено в 2022 году, тем самым переворачивая установленный властями график по очистке системы с ног на голову. Все желающие стать членами ВСМ и ВСП и их коллеги должны пройти этот фильтр неподкупности, хотелось бы, чтобы этот процесс шел быстрее, в марте 2022 года мы планировали его по-другому на комиссия предварительного отбора, которая является независимой, решила, что качество, правильность решения важнее скорости. И действительно отмечено отставание от установленного графика. Но важно, чтобы решения комиссии были основаны на всестороннем анализе, потому что мы набираем ВСМ с шестилетними полномочиями. В течение шести лет делегированные ВСМ-члены должны будут навести порядок среди судей, сказал Серджио Литвиненко в эфире передачи «Пункт Тулпе Азии» на ТВР Молдова. По словам министра Литвиненко, в конце марта-начале апреля будет существовать новый высший совет магистратуры, кроме того, в июне будет сформирован новый состав высшего совета прокуроров ВСП. Даже при такой запоздалости комиссия по предварительному отбору находится на последнем этапе оценки судей в составе ВСМ. В конце этого, начале следующего месяца, должны быть приняты решения абсолютно по всем кандидатам. Это означает, что в марте можно будет провести общее собрание судей, которые выберут, кто будет делегирован в ВСМ из числа прошедших оценку. С другой стороны, комиссия «Приветтинг» проводит оценку лиц, не являющихся судьями, то есть представителей гражданского общества, за которых должно проголосовать в парламенте. Согласно графику комиссии, их оценка будет завершена в марте. Как только будут приняты решения комиссии, парламент может собраться для избрания членов ВСМ из представителей гражданского общества, которые не являются судьями, добавил министр юстиции. Комиссия «Приветтинг», которая проверяет профессионализм, неподкупность кандидатов на должность членов ВСМ и ВСП, состоит из трех членов, назначаемых парламентскими фракциями, и трех членов, делегированных партнерами Республики Молдова по развитию. Напомним, что парламент Молдовы ранее принял законопроект об оценке неподкупности кандидатов на должности членов Высшего Совета Магистратуры и Высшего Совета Прокуроров. Полное название документа – закон о мерах по отбору кандидатов на должности членов органы самоуправления судей и прокуроров и внесении изменений в некоторые нормативные акты после вступления закона в силу – все кандидаты в члены Высшего Совета Магистратуры ВСМ, Высшего Совета Прокуратуры ВСП и их специализированных органов проходят предварительную проверку неподкупности. Проводит ее специальная оценочная комиссия. Цель этого закона – проверить неподкупность будущих членов Высшего Совета Магистратуры, Высшего совета прокуроров и профильных органов, и таким образом повысит доверие общества к деятельности органов самоуправления, судей и прокуроров, и в целом к системе правосудия. Положения настоящего закона применяются кандидатам на должность члена в Высшем совете магистратуры, коллегии по отбору и карьере судей, коллегии по оценке деятельности судей, дисциплинарной коллегии судей, Высшем совете прокуроров, коллегии по отбору и карьере прокуроров, коллегии по оценке деятельности прокуроров, коллегии по дисциплине и этике, подчиненной Высшему совету прокуроров. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!